Погодные условия нынешней весны благоволят жителям первого региона, поэтому лесхозы области уже начали заготавливать березовый сок. Так Брестское лесное хозяйство подготовило делянку на территории Пелещинского сельского совета для продажи березовиц и берестейцам. В нашем лесничестве одна делянка, 18 гектар, выставлено у нас 600 пакетов здесь. Планируется собрать 15 тонн сока, но мы, как правило, хотим собрать немножко больше. Это залог успеха, всегда перевыполнять план немножко. Сок населению, население приезжает у нас сюда на делянку, забирает сок. Также мы реализуем на торговую площадку Бреста. На делянке к заготовке сока готовится заранее, обновляется необходимая тара, подсачиваются деревья. А за процессом следят опытные лесники. Цена за один литр при покупке непосредственно на месте сбора – 18-20 копеек. На торговых площадках в городе около 36 копеек. Сборов сока прошло, трудно судить, я даже не скажу. Ну, 10 сезонов я точно был. Раньше массово занимались заготовкой сока, как бы работали с сушилками, с ликвироводочными заводами, с молокоперерабатывающими заводами. Сдавали более 100 тонн. Работали с промышленностью, долго задерживались на этом соку, до полтора месяца было работали. Сейчас, конечно, объемы меньшие. Работаю я уже в лесном хозяйстве 19 лет практически. А вообще, по жизни, всю свою жизнь работаю в лесном хозяйстве. Потому что у меня и мать, и отец работали лесниками. На этом же самом участке, как бы по наследству у меня перешло, они тоже занимались соком. И я с малого детства с ними был на соку. Напомню, что для удовлетворения собственных нужд брещане могут осуществлять заготовку древесных соков бесплатно на участках леса, определяемых для этих целей юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство. За нарушение правил заготовки в нашей стране предусмотрена административная ответственность по статье 16.19 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. За незаконный сбор или заготовку древесного сока на территории лесного фонда без разрешительного документа предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В отношении физических лиц до 20 базовых величин, на индивидуальное предпринимательное до 100 базовых величин, на юридическое лицо до 500 базовых величин. Для выявления подобных случаев государственной лесной охраной проводятся полевые мероприятия, а также выставляются фотоловушки на территориях, которые наиболее всего подвержены данным воздействиям, то есть незаконному сбору древесного сока. Также уведомляем в социальных сетях, проводим агитацию с населением, проводим при сборе, когда приезжают сюда на делянку, проводим с населением разъяснительную работу, где можно, как это можно, чтобы не нарваться на штрафы. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.